На нашем канале вы уже видели несколько боев с участием Дениса Камкина и могли оценить ударную мощь бойца по прозвищу Сибирский Медведь как в более поздние годы, когда он выступал в тяжелом весе, так и на заре его карьеры, когда Денис сбился в средневесовой категории. Но надо отметить, что Камкин был очень разносторонним бойцом и хорошо владел техникой борьбы в партре и в стойке. Сегодня мы с вами посмотрим его бой с турнира М1 Россия против всего мира 6, который прошел 10 октября 2003 года в Москве. Денис проводил лишь четвертый поединок в своей карьере и только-только получал первую известность среди болельщиков. Его соперником стал бразильский боец Тулио Пальярис, который начал биться аж в 1996 году. И за свою насыщенную продолжительную 18-летнюю карьеру успеет подраться и с Игорем Вовчанчином, и с Андреем Семеновым, и с Русланом Хасхановым. Как и многие бразильские бойцы тех времен, он собирался удивлять своего российского соперника приемами из арсенала бразильского джиу-джитсу. Друзья, как вы уже заметили, турниры М1 богаты на самые невероятные исходы, зрелищные поединки и жесткие нокауты. Мы собрали для вас лучшие бои в нашей 23-летней истории. Поэтому, чтобы не пропустить очередной шедевр из мира ММА, обязательно подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. Поединок начался! Думаю, прежде всего гонорары, как мне кажется. Здесь он может, скажем, от Туля Коста получит намного больше чего-то. Да, чем в Бразилии, где, наверное, сумасшедшая конкуренция. Да, только еще и меньше призовые. Ну вот, это и отличие. Потому что я практически уверен, что Денис Комкин, он сказал, я хочу победить. Для меня это первое соревнование, и я абсолютно просто уверен, что для него как раз вот эти какие-то призовые деньги, которые здесь, конечно, есть, они не играют никакой роли. Может быть, когда-то впоследствии, когда он станет уже профессионалом с большой буквы, если так вот случится, тогда да. Но сейчас, пока он поднимается, для него важнее сам бой. Удар сверху предплечьем. В атаке Денис Комкин! Какой обоюдный захват. Он взял на бицепс пятку, ущемление, узел голеностопа и колено пытается провести Туля Коста. Сейчас он выпустил, а вот ущемление Ахилла Денис Комкин сумел провести. Да, и нанести Туле Коста пятое поражение из шести проведенных. Итак, у нас борцы впереди 3-1 по сравнению с ударниками. Не в очень удачной позиции находился Туле Коста Пальярос. Дело в том, что он взял пятку ноги на бицепс и для того, чтобы провести узел колено, ему необходимо было скрутиться хотя бы на 90 градусов. Но ногу, которую он отдал сопернику, который держал соперник, не позволяло ему это сделать. А в то же время, наоборот, для ущемления Ахилла никого скручивания не надо. Достаточно просто немножко поднять таз на мост и зафиксировать корпус желательно соперника одной хотя бы ногой. Ну, на самом деле, так, бой очень-очень любопытный, очень стремительный. И, в общем, на мой взгляд, к поражению Туле Коста привело практически первый удар, который он пропустил. Он смешался в этот момент. И Денис Комкин в этот момент как раз и смог войти и занять удачную позицию для продолжения работы в партии. Похоже, серьезная травма. Уважаемые дамы и господа, а теперь я передаю слово победителю. Как иллюстрация. Я понимаю, что неплохие призовые деньги здесь, конечно. Сколько из них уйдет на лечение. Да, но стоит ли это того, чтобы, в общем, жертвовать здоровьем? Денис Комкин, Россия! Все-таки для того, чтобы входить в клетку, нужно что-то еще большее, чем просто желание заработать деньги. Нужно какое-то звериное, вот, что-то внутри должно быть, что заставляет. Ну, прежде всего, у нас желание победить. А деньги, они, ну, сами придут. Главное – это желание победить. Да и будь то клетка, будь то ринг. Вот известный боец боев без правил Богдан Титамир выходит в клетку. Тоже неплохо там смотрится. Да. Ну, у него вот бои без правил такого особого рода. Шоу-бизнесом. Да, с акулами шоу-бизнесом. Воюй. Вот тот самый удар справа, после которого Тулия Полярос потерялся, ведь подсогнулись ноги. И он, хотя он взял захват, но было похоже, что он некоторое время еще находился в состоянии Гроги. И тут уже задняя подножка. В общем, удачная позиция для продолжения атаки. Вот уже, видно, отдал правую ногу на ущемление Ахилла. В момент падения. В принципе, уже ситуация безвыходная здесь совершенно. Да, ну и тут Тулия Полярос тоже попытался там что-то сделать, но у него это получилось намного хуже, чем у Дениса Комкиной как результат. Денис выиграл, а вот Тулия Полярос по всей виду.